Друзья, всем привет! В эфире Kangnam TV. Сегодня 31 марта и сегодня мы с вами посетим мероприятие автошоу в Сеуле, которое проходит раз в два года. Оно происходит в корейском международном выставочном центре, который находится на конечной станции оранжевой линии, 3-й, называется Дэхуа. Ну что, могу сказать, несмотря на то, что это воскресенье утро, ну как-то 12 часов дня, народу здесь много и все стоят в очереди в офис, а стоимость фарного билета 10 тысяч вон. Ну вот мы внутри, гигантский комплекс, много народу пришло и я думаю, что сегодня здесь будет очень много интересных новинок, там буквально люди столпились возле стендов известных крупных марок. Немецких. В общем, пойдем посмотрим, что здесь такое и очень интересное много стендов, посвященных электрическим автомобилям, автомобилям с беспилотниками. В общем, я думаю, что мы сегодня обойдем все интересные стенды крутые. Ну, начнем мы, наверное, с этого, который называется With Us, автономные мобильные системы. Вот, и этот своего рода беспилотник. На этом стенде компания SKT представляет свое программное обеспечение для беспилотных автомобилей. Соответственно, это сканеры, камеры, которые работают на связи пятого поколения 5G. В Корее, как вы знаете, недавно совсем запустили первую в мире сеть 5G. Вот, и здесь это очень пырно развивается, особенно интеграция с транспортом, общественным транспортом и индивидуальными личными автомобилями. Я так примерно обошел всю выставку, но что могу сказать, очень много людей сосредоточено именно на основных стендах. Вот видите, как все, Mercedes-Benz, он здесь больше всего народу. Там стоит Toyota, Porsche, Maserati. В общем, но мне больше интересны новинки автопрома, именно что-то новое, особенно интересны электроавтомобили. Так как я работаю в этой сфере, мне интересно, что происходит. Здесь у нас расположен стенд Maserati. И тут нереально гигантская очередь. Люди стоят в очереди, чтобы иметь возможность присесть вот этот автомобиль, потрогать его. Если честно, современные автомобили садишься, они все одинаковые. Но они особо чем-то отличаются. Может быть, отделкой, дизайном, но по сути, это тоже руль, панель приборов, точнее, и все. Рено Твизи – основной прямой конкурент нашей компании, в котором Моторс. И, как вижу, интерес к этой компании людей очень высок. Это говорит о том, что спрос на автомобили ультра-мини-помады в Корее есть. И в дальнейшем это будет все зависеть только от маркетинга, рекламы и качества выпускаемой продукции. Видите, сколько народу здесь сейчас пробует сесть в Твизи. Могу вам честно сказать, да, без какого-либо там, без какого-либо преувеличения. Автомобили наши, они превосходят Твизи по техническим характеристикам и по наполнению салона. Потому что в Твизи, ну, как бы, мало чего есть на самом деле. Сейчас просто элементарно мы посмотрим, что там внутри. Рено Твизи – это такой чисто летний вариант, потому что у него даже нету стекол, не говоря о том, что… а не говоря уже о стеклоподъемниках. У него нету печки, у него нету аудиосистемы такой насыщенной, как в Данико, потому что в Данико там камера заднего вида, блютуз, радио, USB, печка, кондиционер, коллектор, стеклоподъемники. Ну, в общем, там, можно сказать, для такой маленькой машины полный фарш. Что касается Рено Твизи, да, это круто выглядит. Но по наполнению, по техническим характеристикам эта машина, ну, проигрывает реально. Ребят, нашел стенд с прототипом автомобиля от компании Kia. Могу сказать, что это космолет. Это реально круто выглядит. Я не знаю, насколько это будет выглядеть в серии, но то, что это сейчас выглядит, это, конечно, вообще заслуживает просто респекта и уважения. Что скажу про, могу сказать про корейский маркетинг. Корейцы вообще не стесняются, используют вообще любые марки, любые приемы рекламные. И один из них это вот такой концерт национальных стилей, который происходит вжимую, вот там вот, на площадке, и его снимают и транслируют на крупные, на большие эфиры, на большие граны. Это выглядит очень забавно на самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Сейчас в Корее начинается бум на все электронное, электрическое. И вот сейчас я стою возле стенда, где вставлены электроскутеры. Они, в принципе, по внешнему виду ничем не отличаются от обычных, и я думаю, что характеристики тоже особо не отличаются от обычных кутеров. Единственное, отличаются они тем, что эти скутеры работаны электрически. Вот и все. В Корее, как вы знаете, очень развита культура кемпинга. Люди выезжают очень часто на пикники, берут с собой палатки. Вот, и как бы компания, компания Rexton решила извлечь выгоду из этого. И вот они сделали такой автомобиль-палатку. То есть вы покупаете автомобиль, и он превращается в такую большую гигантскую палатку, в которой можно спать. Там, получается, спальные места. Внутри здесь. Здесь у нас фент, шатер. Вот. А там у нас, получается, полноценная зона для барбекю или пикника. Вот. Так, ну что ж, друзья, теперь основной сюжет. То, что мне интересно лично, это компания, моя компания, где я работаю, это DeChang Motors. Она представлена на Сеульском автошоу. У них большой собственный стенд. Как видите, есть интерес людей, какие-то прессы. Вот там появилась девочка. Девочка-модель симпатичная. Сейчас пойдем поднимаем. На самом деле я ехал в Сеульс определенной целью, чтобы увидеть компанию, которая работает, непосредственно автошоу. Я увидел, что поход серьезный, ребята не шутят. Вот такой вот стенд гигантский с панелями целый отдельный. То есть это не какой-то уголок там где-нибудь в закутке. То есть это реально большой стенд. Учитывая то, что компания новая, это стартап. Я думаю, что у них еще все впереди. Точнее, у нас все впереди. Рынок в Корее динамично развивается. Конкуренты не дремлют. И появляются компании, которые занимаются этим форматом. Ультра-мини-вейкл. Их достаточно много. И они успешно... У них есть серьезные люди, инвесторы и поддерживают государство. Ну, то есть компании развиваются... Это, как правило, все стартапы и машины не серийного производства. В отличие от того же Hyundai и Kia. Вот видите, есть компания CVO. Есть компания Smart Vidi 2. Там куча есть компания, которая называется Master. Вот. Ну, Dechang Motors тоже. Есть компания, которая называется Power Plaza. И, ну, в общем, рынок уже насыщен компаниями, которые бьются за свой кусок лаком и пирога. И тут, как бы, нужно держать ухо востро. Посмотрим. Вот там есть стенд. Он нереально крутой. Потому что там очень много народу. Это все электрокары и электромотоциклы. Электробайки. И я так думаю, что... Мое личное мнение, что эта компания пришла из Китая. Почему-то, мне кажется. Не знаю, почему. Ну, вот. Вот ее стенд большой. Смотрите, сколько народу. Это все пресса. Электроавтомобили абсолютно в любой сфере. Поэтому вот даже, как бы, грузовички, такие мини-грузовики, мини-самосвалы. Я так понимаю, что для перевозки грунта или каких-нибудь таких сырьевых материалов на электротяге тоже представлены здесь. Что тут у нас интересного? А, ну тут вообще целые фургоны, дома, ванрумы, так сказать. Внутри здесь, в принципе, полноценная комната, в которой можно жить в кровати, микроволновом. Даже душ есть. То есть можно купить такой автомобиль и просто ездить, отдыхать по Корее. Мы находимся возле стенда компании АСПСО. Я вот поговорил с девушкой. Это перспективно новая разработка. Она будет внедрена в Корею, скорее всего, через лет 5-10. Это беспроводная зарядка для автомобилей. На данный момент не существует автомобиля, который может быть заряжен путем беспроводной зарядки, потому что это должен быть концептуально новый автомобиль. Но смысл простой, что не нужны провода. Вы просто заезжаете на определенный спот машина и она, соответственно, заряжается. Здесь представлена мини-версия города. То есть это стоянки, куда автомобиль заезжает. Это непосредственная электростанция. То есть все места, где останавливаются автомобили, они все будут оснащены вот такими вот генераторами. Вот так они выглядят. Wireless charging. Вот. Ну, посмотрим, насколько это действительно реально будет через лет 5. Корея в этом плане очень быстро отзывается. И я думаю, что это все, все возможно. Тут представлен прототип. Прототип беспилотного автобуса. Я думаю, что он будет внедрен в ближайшее будущее в Корее. Вот тут давайте зайдем, посмотрим, что тут имеется. Такой вот афу. Видите, гигантская большая панель здесь. Вот. Здесь-везде вай-фай, интернет, светло, тепло, уютно и без водителей. Вот. Да, ребят, здесь что-то невообразимое происходит. Народу вообще просто... Понятно, почему здесь только народу. Здесь представлена концепция, концепт-кар от компании Mercedes. Ну, а что могу сказать, это реально космолет. Как вы видите, это следующее уже поколение автомобилей. И, скорее всего, оно будет на электричестве. То есть, это уже не будет обычный дизельный или бензиновый мотор. Либо это будет водородная панель, либо это будет электрический двигатель. Называется Prototype Silver Arrow. Я пойду, а то меня сейчас задавят здесь просто на-напросто. Вообще нереально, нереально просто шутбой. Здесь вот гелик стоит новый. Ах. Фух. Классный побылок. Ах. Да. Сюда. Вот посмотреть можно, как. Современная система навигации. Мерседеса. Папель. Ну что, ребят, мы сели в Mercedes. Новый, что могу сказать, это следующий век. Здесь полностью приборная панель. То есть, полностью цифровая. Как вы видите, ни одной стрелочки. То есть, дизайн очень космический, современный. Вот. Не знаю, как все это пока работает. Это все на корейском. Ну, я думаю, что в Mercedes, в компании Mercedes, знают свое дело инженеры. Ну, не зря здесь столько людей. Ну, это немецкое качество, что-то могу сказать. Надо сделать фоночку в Инстаграме. Ну что, ребят, я рад, что я еще встретил еще одну компанию, которая работала, когда я жил в Сеуле. Это компания BuddyFriend, которая занимается массажными креслами. И вот сегодня, в одном из прошлых выпусков, я говорил, что будет скоро релиз массажного кресла, который будет сделан, дизайн которого будет изобретен, или сделанного в Lamborghini дизайн-центрах. Ну, как компания обещала, она выполнил свое обещание. Пожалуйста, здесь стенд. Ну, не поверите ли, я встретил одного из своих прошлых студентов здесь, и, блин, ну, прикольно. Он работает сейчас на стенде. Это... Он работает в отделе маркетинга. Ну, блин, честно сказать, ну, круто, че. Я помогал ему с английским, и сейчас он вот представляет компанию на Сеульском Моторшоу. Очень рад видеть людей, которых я раньше знал, учил, обучал. Бля, вообще, гордость. Здесь компания Kia. Да. Они показывают, показывают, как в идеале должно выглядеть место пассажира. Это действительно очень круто выглядит. Ну, и, конечно же, какое автошоу без мотоциклов, ребят? Какое автошоу без мотоциклов? И компания Indiana, первоамериканская. Представлено здесь. Железный конь. Я бы все такое взял. Я думаю, что это конкурент Харльдейдсона. Все круто выглядит, конечно. Ребят, увидел логотип BMW. Думаю, неужели, неужели BMW позволила себе такое сделать. Какой-то преимущественный стенд. Маленький и непонятный. Вот. Но оказалось, что это всего лишь кресло. Рекламирует кресло. Игровое. Вот такой вот маркетинг у корейцев. Рынок электроавтомобилей очень серьезно и быстро развивается. И в результате чего появляются компании, которые занимают на данный момент пустующие рынки. Это рынок каршеринга для электрических автомобилей. Вот компания J-Car, это одна из тех компаний, которая решилась сделать сервис каршеринг именно электроавтомобилей. Не обычных бензиновых или дизиновых, а именно электроавтомобилей, которые представлены модельным рядом Hyundai. Здорово. Новый Геленваген AMG из картона. Такие даже есть темы, не знаю. Вообще, все машины, которые там представлены, все модели, это все сделано из картона. Если честно, я даже не понимаю. А, это креативная арт-группа. То есть, это их как бы экспозиция. Вот тут есть BMW из картона. BMW присутствует, присутствует. Ну, они чертяги такие, все законспирированные. Им даже платить не надо. Большие деньги, чтобы поучаствовать. Также есть компании, которые основали шеринговый сервис. Ну, это шеринг-сервис для скутеров, мотоциклов, мотпедов и велосипедов на электричестве. Тоже вот, показывается, представлено по всему городу. Я так понимаю, что это стартап. И, скорее всего, будет реализовано в Сеуле, как в самом густонаселенном городе. Посмотрим на днях. На днях. Смотрим, через несколько лет, что это будет. Я не побывал там на нескольких стендах, потому что там действительно нереально много народа. Но я был на всех основных стендах. И могу сказать, что выставка достаточно интересная. Она доислилится до 7 апреля, поэтому приходите, смотрите. Ну, здесь такая атмосфера царит очень энергично. Много людей. Круто, в общем. А я завершаю этот выпуск. Было приятно с вами увидеться. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Буду рад ответить на ваши вопросы. С вами был Андрей. Кангдан ТВ. Скин Текс. Все в афтер-шоу. Всем пися. Пока.